МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Акценты». Из студии вас приветствую я, Виталий Дерябин. Рассмотрим некоторые события уходящей недели, с акцентируем внимание на главном, сделаем выводы. Взметнувшаяся выстрела башенного крана как признак оживления жилищного строительства, но одновременно и символ постоянно растущих цен на жилье. Оренбуржье стряхнуло с себя посткризисное оцепенение, в ходе которого жилье строилось так себе, ни шатка, ни валка, и, наконец-то, начало демонстрировать уверенный прирост количества новых квадратных метров. Да так, что по состоянию на середину года мы оказались на первом месте в Привозском федеральном округе, потеснив таких традиционных лидеров, как, например, Татарстан и Башкирия. Об этом не без гордости сообщил журналистом зам профильного областного министра Борис Лупахин. Он не скрывал, что рост объемов сопровождается ростом цен, но, тем не менее, заявил, жилья к концу года должны построить больше, чем в 2011 году, и тем более больше, чем в 2012, когда произошел явный провал в этом вопросе. Если проследить динамику ввода жилья в эксплуатацию за последние годы, то против 743 тысяч квадратных метров в 2011-м, следующие 710 тысяч были практически провальными. А в этом году активность в секторе жилищного строительства значительно возросла. В первом полугодии текущего года на территории области построено почти издано почти 2,5 тысячи квартир общей площадью 238 тысяч квадратных метров, в том числе населением 148 тысяч квадратных метров построено. По темпам ввода жилья в эксплуатацию на сегодняшний день Оренбуржья лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает 12-ю позицию по этому показателю в России. К концу года специалисты ставят рубеж в 800 тысяч квадратных метров жилья, и за последние годы это лучший результат. Активизация деятельности строительного комплекса подтверждается и ростом объемов незавершенных и замороженных объектов. Если в начале года мы отмечали где-то увеличение на 70% объемов незавершенки, то в первом полугодии незавершенка увеличилась еще на 48%. То есть мы имеем в заделе практически 730 тысяч квадратных метров жилья, которые мы, надеемся, введем за полтора-два года. В сельской местности также отмечается устойчивый рост темпов ввода жилья в эксплуатацию. Здесь стоит отметить значительный вклад программы «Сельский дом», в планах которой на этот год 170 тысяч квадратных метров. Нельзя не упомянуть и о стоимости этих самых квадратных метров, которая также неуклонно растет. За полугодие текущего года стоимость жилья повысилась практически на 7,5%. На сегодня по статистике средняя стоимость жилья на первичном рынке, это вновь возводимого жилья, составляет 38 700 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поднялась цена, выросла на 14%. 800 тысяч квадратов. Цифра красивая, но несколько завышенная. Один из главных строителей области, руководитель их саморегулируемой организации, считает, что о победном финале года сейчас в его середине говорить рановато. Да, оживление в строительном секторе налицо. Да, все площадки, предназначенные под многоквартирное строительство, сегодня активно готовятся, либо уже застраиваются. Однако впереди планеты, то бишь области всей, лишь Оренбург. В других территориях области и не только сельских, многоквартирное жилье строится мало, а цифра дает в основном индивидуальная малоэтажка, которая при всем желании сотнями тысяч квадратных метров в один год прирастать не может. Тем более, что в организационном плане власти сделали далеко не все для того, чтобы прирост жилищного строительства шел более высокими темпами. Почему растем, но растем не столь быстро, как того хотелось бы? Мнение эксперта программы гендиректора СРО «Альянс строителей Оренбургия» Андрея Таушева. Андрей Александрович, какова Ваша оценка тех темпов жилищного строительства, которые набраны по состоянию на текущий момент? И как они, по-вашему, соотносятся с теми планами, которые ожидались, скажем, в начале этого года? Начало этого года было не совсем перспективным с точки зрения активного строительства многоэтажного. Если смотреть на август месяц текущего года, темпы освоения новых площадок строительными компаниями значительно выросли. В основном это связано с активизацией застройщиков основных в городе Оренбурге и по территории области по многоэтажному жилищному строительству. А с чем она связана, эта самоактивизация? Первое, с чем это связано, это с изменением рыночной стоимости квадратного метра на территории области. Если мы возьмем динамику изменения цены по сравнению с 2012 годом, цена выросла приблизительно на 25% от стоимости жилья в том году. Если в том году можно было приобрести жилье от 27 до 32 тысяч за квадратный метр, то уже на август месяц цена от 30 до 45 тысяч за квадратный метр. Есть такая цифра, которую наш Минстрой дает. Это 800 тысяч квадратных метров к концу года, которые должна сдать Оренбургская область. Планируют сдать. Как вы считаете, эта цифра достижима? 800 тысяч цифр в этом году недостижимы, по моему мнению, потому что задел основной делается сейчас. Соответственно, акты ввода в эксплуатацию и сдачи этих домов будут уходить уже на 2014 год. То есть основной рост с данным квадратным метром пойдет второй, третий квартал 2014 года. Если не 800 тысяч квадратных метров, то сколько? 700, 750? Я думаю, что до 700 тысяч квадратных метров, не более. В основном это будет город Оренбург на 70%, потому что все-таки активность застройщиков в других городах, в области наших, не совсем хорошая. Опять же, из-за цены. То есть там нет цены, там не строят? Нет цены, нет как бы строительства. Понятно. Ну вот Министерство регионального развития, федеральное, ставит нам несколько иную цифру, скажем так. И которое даже отличается в сторону увеличения и достаточно значительно отличается от 800 тысяч квадратных метров, которые, как вы считаете, будут недостижимы. 980 тысяч квадратных метров. Вот как вы считаете, вот в Москве из чего исходят, когда вот такие цифры рисуют? Я думаю, что данные показатели, которые спускаются с Москвы, они как бы нацелены на то, чтобы побудить органы власти более активно заниматься проблемами жилищного строительства. И в основном, для того, чтобы эту цифру добиться, необходимо по большей части больше проводить торгов по продаже земельных участков под жилищное строительство. На сегодняшний момент у нас таких торгов проводятся единичные. А почему нет этого рынка? Потому что не хватает земельных участков или другая причина? Земельных участков достаточно много. То есть это тысячи гектаров земли, которые только в городе Оренбурге. Проблема в том, что нужно формировать данные площадки под торги. То есть формировать это, готовить эту площадку, делать проект планировки этой территории, получать технические условия на сети. И по факту государство должно на себя брать подведение основных магистральных сетей. То есть вот эти три работы органы власти должны проводить на каждом уровне. И задача, по идее, органах власти в каждом муниципальном образовании больно и активно заниматься вот этими делами. Спасибо за ваше мнение. И еще один вопрос, который я хотел бы затронуть. Вот совсем недавно существовала такая тенденция. Строились квадратные метры жилья. Но совершенно не наблюдалось строительство среди этих квадратных метров объектов социальной инфраструктуры. Ну и это сейчас, как говорится, расхлебываем, потому что на строили много жилья. Нет ни детских садов, нет ни школ, нет ни больниц. Сейчас власть дает другую установку, что строишь какой-то микрорайон, обязательно плановая застройка должна быть социальными объектами. Как вы к этому относитесь и не приведет ли это к очередному скачку цен на недвижимость именно на жилье? Потому что застройщики будут вынуждены затраты, которые они вкладывают в эту социальную инфраструктуру, переносить на квадратный метр. Или это как-то по-другому будет происходить? По большому счету, когда крупный застройщик производит застройку, когда он застраивает квартал, то схема этой работы может работать в схеме государственно-частного партнерства. Когда застройщик берет крупное количество квадратных метров, соответственно строит эти квадратные метры и одновременно строит те социальные объекты, которые необходимы. Когда это идет точечная застройка, потому что на 50% застраиваются и точечные дома, решить как бы проблему с застройщиком, чтобы он строил или финансировал социальные объекты за свой счет, практически нереально. И механизмов нет. Такая позиция вообще во всем мире действует. Застройщик никогда не строит соцобъекты. То есть на сегодня у нас примеры такие есть, когда застройщик непосредственно занимается соцобъектами. Но это примеры единичные в основном. И все социальные объекты, которые, например, в Оренбурге в основном строятся, они строятся за счет государства. Расставим акценты. Итак, жилья строят все больше, но дешевле от этого оно не становится. Наоборот, рост цен, который несколько лет подряд был весьма слабым, за последний год набрал докризисные обороты и пока тормозить не собирается. Специфика рынка недвижимости. Если цены на жилье держатся, то и строят его неохотно. Как только полезли вверх, тут же размораживаются старые объекты, нарезаются новые наделы, на которых вырастают новые кварталы каменных джунглей. Перспективы, что среди них в массовом порядке начнут появляться школы и поликлиники, весьма призрачные. Застройщикам этого не надо, а власть в традиционном состоянии скудости казны. Выход видится в уже упомянутом экспертом программы Таушевым формирование рынка земельных участков под многоэтажное строительство. Пример. Скажем, власть выделяет 3 гектара земли, на которых застройщики готовы построить 30 тысяч квадратных метров жилья. Сюда подводятся коммуникации, на что государство тратит, ну допустим, 30 миллионов рублей. Цифры, конечно, условные и примерные, но тем не менее. Так вот, разделив эти 3 гектара земли на несколько участков под застройку с коммуникациями, власть устраивает аукцион среди застройщиков и выручает от него, ну допустим, 90 миллионов. Все выигрыши застройщики с готовыми для строительства участками за приемлемую, сформированную торгами цену, а государство с прибылью от аукциона, которую можно смело направлять на возведение социальных объектов. И все же, говоря о проблемах в строительном секторе, нельзя забыть и об успехах. Их тоже вспоминали на неделе. Вспоминали в преддверии профессионального праздника, Дня строителя, который отмечается в это воскресенье. Традиционные торжества прошли в минувший четверг. В ДК «Газовик» собрались все те, кто проектирует и строит, а также представители власти. Они не только поздравили с профессиональным праздником, но и наметили ориентиры в работе стройиндустрии, главный среди которых прежний – достичь к 2020 году показателя 1 квадратный метр жилых новостроек на одного жителя области в год. День строителя – пожалуй, один из самых широко отмечаемых профессиональных праздников. Каждый из нас так или иначе обязательно сталкивается с этой отраслью. По статистике, один рабочий строитель дает порядка 7 рабочих мест представителям смежных профессий. Строительная отрасль сегодня стремительно развивается, внедряются новые технологии и современные стройматериалы. Но за всеми достижениями, безусловно, стоят люди, труд которых достоин самых высоких наград и благодарностей. Лучших награждали прямо на сцене Дворца культуры. Взаимодействие нашего с вами, наверное, если мы все правильно настроим, то, наверное, будут достигаться те результаты, которые мы с вами все хотим достичь. Пережив трудности 2009-го, наши строители вышли на докризисный уровень по объемам ввода жилья. Упорядочить деятельность помогло и появление саморегулируемых организаций. Их значение для отрасли сегодня трудно переоценить. Саморегулирование у нас существует уже 4 года. И на сегодняшний день, судя по настроению, все довольны, потому что там идет и защита интересов, и очистился более-менее рынок. То есть недобросовестные организации не ушли с этого рынка. Минстрой России ставит перед нашей областью задачу к концу года ввести 950 тысяч квадратных метров жилья. Цифра фантастическая, но цель обозначена, а значит решать ее придется. Если регион рассчитывает в дальнейшем на поддержку из федеральной казны. Предстоит очень напряженная работа для того, чтобы выполнить план строительства. Поэтому здесь никакого самовоспокоения, никакого почивания лаврах абсолютно нет. Работа очень серьезная, трудная, на ней надо работать. Все предприятия строительной индустрии готовы к этой работе. У всех есть определенный запас мощности, люди сложились. Поэтому мы готовы. Единственное только, чтобы строители делали нам заказы, мы будем работать. Я думаю, это все выполнимо. День строителя нынче отмечают не только в России. В постсоветских странах, в Украине, Армении, Киргизии и Белоруссии также честуют своих строителей. Ведь даже в век информационных технологий без одной из старейших и мирных профессий никак не обойтись. И пользуясь случаем, мне бы хотелось поздравить всех, кто занят строительной отраслью, с этим праздником. Пожелать всем хороших заказов, финансового процветания, благополучия в семьях. Ну и, конечно, чтобы в семье у них все было хорошо, чтобы близких только радовали. Поэтому всех с праздником, всего самого наилучшего. То солнце палит, то саранча жрет все подряд, то дождями залило. Аграрии целого ряда районов Оренбуржья в эти дни держат новый удар. Если в начале лета их досаждала очередная засуха, то теперь по многим полям ни пройти, ни проехать. Крестьяне говорят, что осадки, которые обильно поливают Оренбургскую землю, отнюдь не во благо. Вот если бы их до полутора месяцами раньше, тогда совсем другое дело. А сегодня дожди только мешают плановым полевым работам и оттягивают начало уборки яровых культур. Кое-где из-за них не до конца убрали даже озимые. Однако сказать, что настроение в среде тех, кто работает на земле, совсем уж упаднические, тоже нельзя. Что такое хорошо, а что такое плохо, применительно к дождливой погоде последних дней, в следующем материале программы. Три Нивы, три Дона, два Акроса и один импортный класс. Уборочная техника предприятия Агрорезерв СВ с конца июля не покидает пределов базы. Комбайнеры, те, которые сейчас должны сидеть за штурвалами, вынужденно перепрофилировались в ремонтников. Чего ожидается погода вообще? Ожидаем улучшения, чтобы погода нормализовалась и выехать опять в поле. Любая работа полезна, вот только в поле заработки куда выше, признаются мужики. Они то и дело посматривают на небо, не проглянет ли солнце. Но нет, оно по-прежнему затянуто серой пеленой туч, из которых то и дело сеет мелкий дождик. Потому в графе уборка яровых культур все еще стоит ноль. Засуха начала лета крепко ударила по хозяйствам Оренбургского района. Из 170 тысяч гектаров посевов 64 тысячи будут списаны. Убыток 277 миллионов рублей. Опасались, как бы не стал он еще большим, если дожди продолжатся и увлажнение уже созревших колоссев достигнет критического предела. Пока яровая пшеница не прорастает. Влажность зерна порядка, наверное, 20% есть. Но зерно не проклюнулось и надеемся, что послезавтра уже дожди кончатся. И этой, скажем, беды мы наблюдать не будем у нас. Проросшая пшеница годится только на фураж или на спирт. Цена на нее никакая. Но пока все обходится. Во всяком случае здесь. Синоптики через три дня обещают солнце. И не менее 12 центеров с гектара должна принести эта яровая пшеница. Верный признак – колосси склонились вниз под тяжестью зерна, которые давно готовы пополнить местное зернохранилище. Зерно выполнено, хорошее. Не мягкое, не малышно-усковая спелость. Впрочем, директор хозяйства, если и расстроен погодой, то не слишком. Говорит, бог с ним с дождем. Закончится – поднажмем и сроки наверстаем. Уборка яровых, конечно, затягивается. Зато сев озимых будет проходить фактически в идеальных условиях. Озимы будем сеять в районе где-то 2200 гектар. Хорошие получили влагозарядку, паровые поля, на которых будем сеять озимы. Если у нас в этом году площадь уборки озимых составляла 20 тысяч гектар, сейчас многие хозяйства увеличивают площади. И Министерство сельскохозяйств поставлено задачей перед нашим районом в два раза увеличить площади озимых культур. Дожди благоприятны для подсолнечника, семена которого пользуются на рынке устойчивым спросом. В общем, согласно знаменитой ломоносовской теории, ежели в одном месте что-либо убавилось, в другом непременно прибавится. Это как раз про текущую ситуацию в сельском хозяйстве центральных районов Оренбуржья. Проще говоря, нет худа без добра. В областном минсельхозе настроения тоже умеренно оптимистичные. Здесь заявляют, что для Оренбуржья, которая последние 4 года радуется вообще хоть какому-нибудь дождю, осадки не помешают в любое время. Конечно, почти две недели простой уборки – это перебор, но вместе с тем насыщенная влага земля – это, во-первых, отличный задел для посева озимых, клин которых на будущий год планируют существенно увеличить, а во-вторых, кормовые культуры должны будут дать нормальный урожай, так что без кормиться животноводческой отрасли грозить не будет. В общем, еще раз напомним известную поговорку – нет худа без добра. Где-то он не дает, конечно, убывать нам, уважая, выращенные уже. Это прежде всего озимая культура. На сегодняшний день обмолочено, значит, еще не обмолочено, будем говорить так, около 80 тысяч озимых культур. Именно по той причине, что осадки, значит, 10 дней практически нам не дают убирать. Но, с другой стороны, на поздние культуры – это кукуруза, значит, кукуруза и подсолнечник, это силостные культуры, это кормовые культуры. Выпившие осадки позволяют говорить о том, что сегодня будет заготовлено потребное количество кормов. Конечно, будут сложности, будут сложности там, где зерно уже готово к уборке. Это по южным районам, по центральным районам, по юго-западным районам, где уже урожай какой бы ни был, сформировался, зерно будет порастать. То есть, порастать на корне. Но оно пойдет на фуражные цели, опять же. То есть, тот минимальный урожай, который мы все-таки будем собирать, безусловно собирать. Сотни кубометров земли перелопачены не зря. В Олегском районе на месте филипповских царских курганов археологами привозкой экспедиции Института археологии РАН сделаны очередные находки, которые без преувеличения можно назвать сенсационными. Напомним, что первые раскопки филипповских курганов проводились в 80-е годы прошлого века, затем был 15-летний перерыв. И вот, начиная с 2004 года, каждый сезон Элекская степь приносит все новые открытия, которые помогают понять быт и верование древних кочевников-сарматов. Особенно удачным до сих пор считался сезон 2006 года, когда был исследован самый большой 8-метровый курган из числа курганов филипповского могильника. Находки из него сейчас составляют основу коллекции сокровища сарматских вождей, главные экспонаты которой любой может увидеть в областном краеведческом музее. Раскопки этого года, если и не затмили результат 7-летней давности, то существенно его дополнили. Причем аналогов многим предметам, тем, что скрывало толще земли 2,5 тысячи лет, сегодня попросту не отыскать. 4 метра шириной, 5,5 длиной и 3,5 глубиной. В такую огромную яму 25 веков назад была погребена знатная сарматка. Погребена с большими почестями и богатейшим инвентарем, который оказался не тронутым ни грабителями, ни временем. Вот эти вот золотые нашивки, которые вы видите, на ней, они лежат в три слоя, на ней три одежды. Что-то типа савана, потому что эти нашивки уходят под спину, они не только сверху. Значит, она была завернута. Десятки бляшек желтого металла с орнаментом, а также предметы из железа, бронзы, полудрагоценных камней, они тогда тоже очень ценились. Все это красноречиво говорит о высоком статусе погребенной, которая и в ином мире должна была выглядеть на все сто, потому вместе с ней был положен целый набор того, чем и сегодня активно пользуются женщины. А в углу вон там короб плетеный. Это вообще такой косметический короб оказался. И очень много туалетных сосудиков разных. Это для умощений, для женских косметиков. И все это сложено вот в этот короб. Косметичку сарматского образца дополняет посуда из бронзы и золота. Уникальна вот эта кружка, точнее то, что от нее осталось. Золотые обкладки и золотая же ручка в виде медведя. Типичный для кочевников раннего железного века звериный стиль наблюдается и в стороне от захоронения женщины, на ручках бронзового котла. Они выполнены в виде голов мистических птиц-грифонов. А вот сам котел отнюдь нетипичный. Уж больно большой и тяжелый. Метр диаметром и весит явно за центнер. Подобные находки были, но вот котла таких внушительных размеров пока что еще не находили. Это вот, пожалуй, самый мощный котел, который я знаю. Насколько мощными были те, кто затащил его в этот подземный ход, можно только догадываться. Но в настойчивости и упорстве им не откажешь. Чтобы прорыть многометровый ход под курганной насыпью, а затем спустить туда тяжеленный котел, нужно было изрядно и долго потрудиться. Как и все древние люди, сарматы были очень религиозными. Они считали, что те, кто усоп, постоянно нуждаются в заботе со стороны тех, кто пока что еще жив. Именно с этой целью они затащили сюда вот этот огромный бронзовый котел, вероятно, наполненный жертвенной пищей. Однако не рассчитали силенок, и поэтому котел остался здесь, в самом начале подземного хода. Но все-таки, так сказать, свою жертвенную функцию он, этот котел здесь выполняет. То есть его здесь оставили. Подземный ход, который, очевидно, тоже имел ритуальный характер, вел в центральное погребение кургана, которое было исследовано башкирскими археологами еще в 1987 году. Рядом с ним в тайниках были найдены знаменитые золотые олени, которые сейчас находятся в экспозиции у Фимского государственного музея. А увеличенная копия одного из них, установленная на Советской, стала новой достопримечательностью Оренбурга. Силу ряда причин тогда курган до конца раскопан не был, потому в этом году было принято решение изучить его полностью. Деньги на раскопки, которые выделены правительством области, пошли впрок. Находки, сделанные археологами в Иллегской степи, войдут в историю не только российской, но и мировой науки. И что самое главное, все они останутся у нас, пополнив коллекцию сокровищ сарматских вождей областного губернаторского краеведческого музея. Мы тратим миллионы, а получаем бесценные сокровища, которые хранятся в нашем музее. И прославили наш музей и нашу область уже на весь мир. Это сенсация, сенсация для нашей области. И победа огромная наших археологов. И победа всех нас. Вы смотрели Акценты, общественно-политический проект телекомпании ОРТ Планета. Другие итоги недели в одноименной программе в воскресенье подведет мой коллега Олег Кривенко. Я же с вами прощаюсь до следующей субботы. Удачи и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова